Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. В то время как большинство СМИ говорит о продлении принудительных запретов и передаче денег гражданам, появилась проблема, которая стремительно расширяется на фоне всех этих новостей. Это проблема, которую мир еще не видел. На самом деле может появиться кризис, который мы не ощутим на следующей неделе, в следующем месяце или даже в следующем году. Он может стать ощутимым лишь через несколько десятилетий. Во время Второй мировой войны британцы были в гуще сражения против гитлеровской коалиции. Однако они зашли в тупик, ведь у них быстро закончились деньги. Именно поэтому они начали искать варианты для того, чтобы одолжить деньги у двоих своих бывших налогоплательщиков США и Канады. В 1941 году Великобритания начала прием кредитов для финансирования войны. И уже в 1945 году их долг перед кредиторами составил около 10 миллиардов долларов. На тот момент времени отношение долга к ВВП у Великобритании выросло до чудовищных 200%. Что означало, что страна должна в два раза больше, чем рыночная стоимость всех ее товаров и услуг, производимых за целый год. Вот вам небольшая перспектива для сравнения. В заявлении МВФ сказано, если страна однажды превысит отношение долга к ВВП более чем на 77%, ее экономика начнет замедляться из-за крупных выплат, направленных на погашение этого долга. Итак, после окончания войны Великобритания накопила такой огромный долг, что они не смогли бы его вернуть за один год, пять лет, десять лет и даже за двадцать лет. 29 декабря 2006 года они совершили последний платеж США и Канаде по долгам Второй мировой войны. Это означает, что британские налогоплательщики с 1945 по 2006 годы каждый год отдавали небольшую часть своих налогов для погашения долга, который страна накопила в 1940-х годах. Спустя десятилетия после Второй мировой войны британская экономика испытывала невероятные затруднения, частично из-за этого невозможно огромного долга, который они на себя взяли. Однако их экономика все же смогла восстановиться, благодаря наплыву налогоплательщиков из поколения так называемых бэйби-бумеров, а также экономических реформ и инвестиций в инфраструктуру. Как вы можете видеть, британцам немного повезло. В большинстве случаев, когда страна накапливает долг так же, как это делала Великобритания во Второй мировой войне, она не имеет столько же удачи. В 2001 году отношение долга к ВВП у Аргентины превысило отметку в 166%, что стало причиной дефолта на более чем 100 миллиардов долларов. Этот дефолт вызвал отток капитала из страны, и вскоре нация увидела миллионы нищих людей, в то время как безработица достигла 19%. На данный момент Аргентина все еще полностью не восстановилась от долгового кризиса, который случился около 20 лет назад. Подобные истории можно найти по всей планете. Греция в 2012, Зимбабве в 2006, Венесуэла в 2017 и Россия в 1998. Мысль, которую я хочу донести до вас, следующая. Долг может быть хорошим решением для сегодняшних важных проблем, но он почти всегда имеет очень серьезные последствия в долгосрочной перспективе, которые могут длиться годами и даже десятилетиями. Давайте возьмем Соединенные Штаты. Знаете вы или нет, но Америка фактически работает на долги. Исторически экономика США была такая большая и росла так быстро, что займы в десятки миллиардов долларов в одном или другом месте не были особой проблемой, потому что это был лишь небольшой процент от общей экономики страны. Например, в 2006 году США имели не очень высокий процент отношения долга к ВВП. Около 60%. Но потом ударил финансовый кризис, на протяжении которого США начали искать возможности для вливания денег в экономику. Они начали брать сотни миллиардов, а фактически и триллионов долларов в долг. Некоторые люди могут подумать, что США со всеми другими странами, которые брали в долг для преодоления финансового кризиса, выплатили часть этого долга, аккумулированного в 2008 и 2009 годах. На самом деле, в период финансового кризиса, многие развитые страны на планете накапливали все больше и больше долгов каждый год. В тот момент, пока рост экономики на фоне этого замедлялся. Это означает, что многие страны могут испытывать серьезные трудности с выплатой долга в данное время, чем во время финансового кризиса. Отношение долга к ВВП США до всех этих запретов и пандемии было около 106%. У Канады это значение было 88%. У Италии 133%, у Сингапура 109%, у Японии невероятные 237%. Это означает, что даже до удара этого пандемического кризиса многие правительства стран мира накопили такие долги, которых у них никогда не было. Затем наступил карантин, и все это начало только ускоряться. Вы когда-нибудь задумывались о том, каким именно образом оплачиваются все эти чеки, которые сейчас получают граждане в США? Конечно же, не из банковского счета правительства. Все выплаты происходят в долг. Так что да, вся эта финансовая помощь и стимулирующие пакеты, выпускаемые странами мира, фактически являются долгом, который в итоге налогоплательщики должны будут погасить в следующих десятилетиях. На самом деле, если вы сейчас живете в США, то, грубо говоря, каждый доллар из десяти, которые вы платите в виде налогов федеральному правительству, идет в виде целевых выплат на погашение национального долга и не попадает в какие-либо правительственные программы. После того, как этот кризис пройдет, данная цифра только вырастет. Все это создает страшный сценарий. Многие страны, такие как США, накопили столько долгов на протяжении последних месяцев, что у них не будет возможности финансировать некоторые правительственные программы в будущем. Такие вещи, как социальная безопасность, которая уже практически не финансируется, а также образование, военная сфера, здравоохранение и так далее, в скором будущем могут ощутить значительное уменьшение финансирования. А все для того, чтобы сейчас была возможность оплачивать стимулирующие пакеты. Если правительство хочет сохранить все эти социальные программы на должном уровне, без накопления большего долга в ближайшем будущем, нужно предпринимать какие-то действия, которые не будут популярны у граждан. Например, поднять налоги. Я хочу уточнить, очень маловероятно, что развитые страны, такие как США, Канада или Великобритания, объявят дефолт из-за собственных долгов, ведь это пошлет страну в еще более глубокую депрессию. Но очень вероятно, что накопленный сегодня долг в конечном итоге приведет к замедлению темпов роста экономики, увеличению налогов и уменьшению финансирования социальных программ. Могут понадобиться десятилетия, чтобы проявился этот эффект. Это значит, что дети, которые рождены в этом году, в 2020 году, будут оплачивать значительную часть долга за стимулирующие пакеты, когда они станут взрослыми. Государственные долги – это не единственные долговые проблемы, которые сегодня есть в мире. Еще до начала кризиса домохозяйства также поставили рекорд по уровню долга. В 2020 году долги домохозяйств в США составляли около 14 триллионов долларов, и это является самым высоким показателем долга в истории. Самое большое увеличение долга домохозяйств с 2008 по 2020 годы произошло, конечно же, из-за студенческих займов. В 2008 году сумма долга студенческих займов насчитывала приблизительно 611 миллиардов долларов. Сейчас эта сумма около полутора триллионов долларов. Когда вы сложите все это вместе, вы увидите, что в среднем семья имеет долг около 100 тысяч долларов. В то же время эта же семья имеет сбережения в среднем 8 тысяч долларов. Для людей до 30 лет эти показатели даже хуже, так как их сбережения в среднем составляют 2700 долларов. Этой суммы хватит только на то, чтобы покрыть один месяц расходов, проживания, питания и страховку для обычного американца. Так что же все это значит? Погружаясь в этот кризис, среднестатистический человек уже будет жить от зарплаты до зарплаты, без возможности откладывать деньги из кучи долгов. Это особенно актуально для более молодых людей. Также это значит, что чек на 1200 долларов возможно поможет некоторым американцам протянуть неделю или две, но в долгосрочной перспективе это не может быть хорошим решением. Единственный способ, который поможет людям избежать пропуска оплаты за жилье, непогашение кредитов или просрочки выплат по ипотеке, это снять карантинные блокировки по всему миру. Но это наверняка не случится в ближайшее время. Чем больше и больше семей будут становиться безработными, тем больше будет становиться долг, который будут увеличивать, чтобы люди могли удержаться на плаву. Все это поставит новые рекордные уровни долга, которых мы еще не видели. Но в краткосрочной перспективе для развитых стран эта проблема может быть намного хуже. МВФ и Мировой Банк вызвали к немедленной приостановке выплат долга для развитых стран мира, так как многие из них очень близки к дефолту. Это может создать беспрецедентный долговой кризис в ближайшем будущем, который, скорее всего, будет влиять на весь мир. Я бы хотел отметить, что центральные банки играют основную роль в данном долговом кризисе. Они проворно печатают деньги, что вызывает кучу вещей, таких как гиперинфляция и девальвация валюты. Но это также сможет помочь с выплатой долга в будущем при помощи процесса, называемого количественным смягчением. Но это уже тема отдельного видео. Кто знает, это может быть худшим долговым кризисом, который видел мир. А что вы думаете про долговой кризис? Напишите в комментариях под этим видео. А также не забудьте поставить лайк, этого требуют алгоритмы Ютуба, и это очень сильно поможет каналу в развитии. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, и обязательно богатейте, и не болейте. До скорого.